Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня хотел бы поговорить с вами на очень важную, наверное, тему, над тем, что происходит сегодня в РосХВЕ после нашумевшего видения. Видео, которое вышло на многих каналах, в том числе и на нашем канале. Не забудьте подписаться, порекомендуйте своим друзьям и, пожалуйста, ссылочку потом раскидайте по своим соцсетям. Поддержите нас, как хотите, как возможно. Хорошо, сегодня вот по достаточно достоверной информации из нескольких источников мне позвонили, сообщили, что после вчерашнего оправдания Сергея Ереховского, совершенно удивительное оправдание, там такие комментарии посыпались, что он даже был вынужден отключить все комментарии, вот, как мне сообщают сегодня. Вот, состоял сегодня Духовный совет, где он опять попытался оправдываться. Наверное, я должен рассказать о том, что происходило там. Ну, как говорят, как рассказывают, опять же, видеозапись не будем публиковать, наверное, нельзя такие вещи делать. Вот, но очень жесткий разговор сегодня состоялся на Духовном совете РосХВЕ. Вот, обсуждали это заявление, которое, опять же, сам Сергей Ереховский, знаете, уже, уже, как бы, отрекается даже от всего. И то я не я, и лошадь не моя. Вот, были претензии большие, прежде всего, со стороны слова жизни, потому что международное наше движение слова жизни, очень серьезные претензии по поводу вот его нашумевших заявлений на круглом столе, которые он сказал, что как они будут там, украинцев, убивать с любовью, зло это останавливать фашистов, нацистов и всех остальных, похвалился опять, в каких органах он где состоит и чем занимается. Вот, были большие претензии со стороны Мацулы, которого тоже, видно, подгорает у него, потому что все международное движение слова жизни понимает и называет вещи своими именами. И только московская трусливо молчит и боится что-то заявить, боится что-то сказать. На днях я опубликую заявление украинского движения слова жизни. Они сделали заявление, оно публично, оно есть на сайте у них. Вот, я хочу, чтобы как можно больше людей узнали об этом заявлении, посмотрели позицию церквей настоящих, церквей слова жизни с Украины. Вот, ну, были другие мнения на духовном совете. Я перехожу сейчас к тому, чтобы рассказать то, что происходило. Были несколько человек там. Ну, Дмитрий Шатров, как говорят в своем репертуаре, как всегда, там, за любовь, за все. Ну, какой-то особый период сейчас у Дмитрия. Я не знаю, что с ним происходит. Мне искренне жалко его, жалко брата, дорогого человека мне, который, ну, искренне я вижу, которого просто использую. Несколько таких персонажей, как Дериенко, Ашаев, высказывали полную поддержку, как говорят. Там, не надо оправдываться, Сергей Васильевич, там, не надо то, не надо сё. Ну, это типичная вот позиция таких, знаете, лизунов. Лизнули, и слава Богу, вот, всё, мы на твоей стороне. Там ещё появили сейчас много разных комментариев, в том числе со стороны пастырей слова жизни, полпредов, так называемых полупредателей, которые тоже поддержку всяческую, всё, да, мочи. И дальше пусть их убивают. Ну, не знаю, в том же духе всё. Так, друзья, что ещё там было? Были выступления ещё нескольких человек, нескольких членов Духовного Совета. Я должен пояснить, что это очень закрытая структура. Очень закрытая структура, которой свои решения не выносят, но которые стараются так или иначе сообщить о том, что происходит. Вообще, я удивлён сейчас ситуацией после моих разных выступлений. О ситуации в РосХВЕ, о их руководстве, обо всём очень много разных материалов поступает от людей, которые работали ещё даже при учреждении РосХВЕ. Говорят, что даже там фальсифицировали документы и уставы. Ещё с этим предстоит разобраться. Но уже много людей скидывают, говорят, кто был секретарём, кто подписывал. Кто-то даже говорит, что, возможно, даже Риховский не подписывал сам документы. То есть, фальсифицирование перед государством пока не утверждаю. Надо всё перепроверить. И, конечно, спасибо всем, кто помогает. Будем перепроверять всё и вам, конечно же, рассказывать, как эти деятели от религии, как он себя назвал, по цеху. Я думаю, что он и Духовный совет хочет сделать с цеховиками-мясниками тоже. Но не получается. Есть сопротивление, есть ещё здравые люди там. Ренеры, как всегда, поддержали. Ну, это их позиция. Послушали они, как Павел сказал с папой, несколько раз. И там всё нормально. Сергей Васильевич молодец, так держать. Хотел сказать, бей хохлов, спасай Россию. Но никого не хочу обижать, конечно. Но в этом духе. В этом духе всё идёт. Украинцы, простите, люблю вас. Ну, вот я просто рассказываю всю ситуацию, то, что происходит там. Вот, как мне рассказали из некоторых, из нескольких источников. Причём из-за рубежа даже позвонили. Не буду называть страны, из каких звонили. И кто рассказывал то, что происходило там. Были другие мнения ещё. Но то, что было, почему вот я сегодня хочу рассказать и высказаться. Прежде всего, сам Риховский выступал, говорил, что всё это не так поняли. Это скомпилировали. Там соединили то не с тем, это не с этим. Но там прямые слова. Понимаете? Как будто такое впечатление, что вот в своём заявлении, кто видел уже заявление Риховского, он отрекается уже от Росхве. Он говорит, я делал заявление как бы не от Росхве, я делал от себя. Здрасте. Я сделаю специальное видео, вот сейчас на днях я запишу, где разберу его вот это вот оправдание такое, ну, просто жалкое какое-то. Я даже слову не могу подобрать, какое-то жалкое оправдание вот ко всему этому. Вот, что я, ну, оно выглядит так, типа случайно проходил, и вдруг вот зашёл в Госдуму, там, конечно, проходной двор, кто хочет, заходи, проходи. Посадили его там с армянским священником, с мусульманами, вот. И он якобы от себя. Хотя человек, который организовывал, председатель комитета Государственной Думы, она прямую назначает, и говорит, на видео это слышно, представляем слово, а не реплику, как опять же он врёт и говорит. Это случайно, это моя реплика была. Начальству чему-нибудь писк по Росхве Е, Сергею Васильевичу Риховскому, который сегодня, вот, знаете, это как, как будто как в старом советском анекдоте, друзья. Когда, знаете, спросили одного, у вас есть мнение, да. Мнение есть, но я с ним категорически не согласен. Вот, понимаете, и такая же позиция сейчас у Риховского, вот в этих оправданиях. Он уже отрекается от Росхве Е, типа, я там не от Росхве был, на международном круглом столе, где представлены все мировые религии, и он там случайно оказался. Боже мой! Вот уже не Москва, а проходной двор. Кто куда хочет, кто туда и ходит. Вот просто подумайте над этим, над этими жалкими, ничтожными оправданиями. Я не я, ну и тем более отречениями вообще от всего Росхве Е. Я делал это сам по себе и все остальное. Короче, я отдельно поговорю о его заявлениях. Многие возмущаются, ты там открываешь, говоришь, и ты не можешь то и то и то. Я долгие годы работал. Я знаю, как это вся Змейный клубок устроен, кто чем занимается, кто из себя что представляет. И я более чем многие вот эти комментаторы, тролли, которые пишут, знаю все, что там есть. Поэтому я говорить могу об этом. Я вышел из этого всего. Они попытались обгадить мое честное имя. Но я не боюсь этого, друзья. Кто-то говорит, ты политикой занимаешься. Да, занимаюсь политикой. И что? А что из этого? У меня должность была, одна из должностей, спецпредставитель начальствующего епископа по международным отношениям. Да, международные отношения были. Да, ездил туда, 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 туда. Хорошо, оставлю эту сторону. Кто видел уже заявление Эриховского, оправдание, вот это его жалко. С каким пафосом опять. Он себя сравнил уже даже с пророком Иеремией. Но там уже, я не знаю, лечится это уже или не лечится. Есть на это покаяние или нет. Но он уже не видит. Он не видит уже, он не видит уже, что он, как так называемый нерус ХВЕ, то есть начальствующий епископ, он уже не Библию цитирует. Он цитирует, ну, пусть даже президента России, его цитату из Библии, его понимание. И он это цитирует сегодня. Вот Эриховский на весь белый свет цитирует, не обращаясь к источнику, не обращаясь к Слову Божьему. Он настолько прям вдохновился, что, ну, уже, мама, не горюй. Что еще произошло на этом Духовном Совете? Как мне сказали, один человек, это глава, как это, национальный епископ Церкви Божией заявил о своем осложении полномочий члена Духовного Совета, выходит из Духовного Совета, сказал, как мне рассказали, что слагает в себя полномочия и полпреда этого полупредателя, и выходит исправление. И, как я понимаю, что хотят рассматривать вопрос вообще о выходе из РосХВЕ, о чем бы я, наверное, может быть, сейчас и просил некоторых наших братьев, может быть, не знаю, спешить, не спешить, но решайте сами, молитесь, конечно. Вот, может быть, удастся все-таки переучредить при одном условии, если Эриховский уйдет, покинет все. Но, не знаю, маловероятно, потому что он держится всеми силами души, всеми филами. Кто-то предложил, по-моему, как всегда, честную позицию занял, вот как на прошедшем соборе, как мне сказали, Константин Бендес, мягко просто сказал, что вы дискредитировали, вам нужно уйти, сложить себе полномочия, он обратился к Эриховскому. На что там поднялся такой шумгам, такой крик, что Эриховский орал, ну, по привычке уже, ну, хотя Бендес уже и не работает у него, и не раб у него, так сказать. Вот, но все закончилось вот этим криком и разборками, там выступал еще Василий Витюк тоже, который сказал, что есть это, так нельзя говорить. Вот еще кто-то выступал. Ну, в общем, слово жизни вынуждено как-то реагировать, даже вот первый заместитель Мацула. Кстати, сказали, что по уставу, если Эриховский сейчас уйдет в отставку, то первый заместитель будет возглавлять союз РосХВЕ до выборов, которые должны состояться. Вот, на днях я выступлю с программой, у меня есть что сказать, есть что и моей команде предложить, как переучредить РосХВЕ, ну, можно взять это слово в кавычки, как работать дальше, друзья. Вот, что я увидел, что мне люди говорят, еще разные люди говорят. Вот, сейчас часть недели я провожу в Москве, разные встречи с разными людьми, что одно сказали, простите, дорогие, тоже выматываюсь, сил нет уже, вот, что кураторы из федеральной службы, сами знаете какой, очень недовольны Риховским, видят, что он теряет контроль, что он теряет свою власть вообще, что не может уже ни управлять, ни направлять, а он повышает ставки, видите, то, что случилось на этом круглом столе, знаете, как старый мошенник, он повышает ставки уже, он бросает все, что можно, отсюда вот делает вот эти всякие, ну, какие-то глупые заявления, оправдания свои ищет, все. Я не я, они так поняли вы меня. Посмотрите еще раз все его выступления на круглом столе, все всем понятно, всему миру понятно, уже международные организации, ну, как бы в шоке люди, христиане в шоке, мирские люди, кто видит это все, и, как бы, говорят, это что? Это что такое? Это как называется? Это разве может называться епископом? Вот это может быть? Или, друзья, знаете, как в мире говорили, это полный зашквар уже. Даже те люди, которые сейчас курируют его, там, они уже тоже понимают, и до них доходят, что это за человек, кто это за человек. Вот, в общем, будем следить за событиями, как они будут развиваться, я буду вас информировать об этом. С вами был я, епископ Альберт Раткин. Благослови всех, Господь! Подписывайтесь на канал, раскидайте это видео, пожалуйста, пусть большее число увидят его, и просто размышляйте, просто думайте, ну, не суйте голову в песок, ну, не надо, ну, оставайтесь людьми, думайте то, что происходит, не прячьтесь за религией своей, не говори, не трожь там, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу, да все говорите, все сплетничайте, все пишите где-то, знаете. Вот. В общем, вот, ну, событие, мимо которого нельзя проходить мимо, поэтому я вам рассказал о этом духовном совете, который тайная вот эта вот, тайная организация, духовный совет РосХВЕ проводил, и вот о тех, в общем, уже люди собираются уходить оттуда, потому что полностью дискредитирована идея братства, идея союза, для чего он собирался, по причине одного человека, который 20 лет уже у власти держится зубами, руками, ногами, не отдам никому ничего, и не хочет уходить. Вот. Это мое детище, он не раз уже заявлял, тянет сыночка своего туда, но это их внутреннее дело, которое к союзу не должно иметь никакого отношения. Благослови себе, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok